здравствуйте сегодня у нас суббота замечательный день по моему приехали соседи может у нас сегодня суббота хочу показать смотрите скоро уже цветет вот я отсадила но на всякий случай смотрите она даже такая маленькая она цветет скоро вообще в испании все цветет понимаете ну круглый год это вот невероятно когда меня спрашивают как ты на балконе вот так развиваю тебя такие большие цветы как ты за ними ухаживаешь чтобы я никак за ними ухаживая их удобряю и поливаю это это просто тут такая комфортная для них комфортная среда что они сами как-то все растут так о чем же я хотела с вами поговорить нормально шла поговорить не взяла телефон пока я была в россии мне пришлись пришли комментарии и мне попросили по этим комментариям сделать видео так первый комментарий который я хочу всем озвучить пришел от ирины из омска и смотрите что она пишет она пишет вы говорите что не понимаете почему девушки ждут что на них испанец будет тратить деньги по наши по вашему мнению девушка которая в россии жила материально бедно ничего не лишь у меня спит поэтому я здесь делаю видео так значит по вашему мнению девушка которая в россии жила материально бедно ничего не не бросила ради испанца так как у нее на роде ничего не было не все так чувствуют потерять свое родное окружение которое тебя понимает не слышать русскую речь ломаться под чужой менталитет в испании это реально потери ощущается как жертва ожидает девушка что ее страдания мужчина оценит в том числе это компенсируется материальными радостями одни радости потерял другие получают другое дело надо своими ожиданиями поделиться другое дело надо надо свои ожидания мужчине на берегу озвучить и не ехать к водителю автобуса не ехать к водителю автобуса капец потом девушка понимает что она доставит испанцу эстетическое удовольствие своей светлой кожи мама рассчитывая что ее ценность оценят она чё вещь что ли вы его ужас а испанец на что рассчитывает интересно чего ради просто так симпатичная девушка белокожая я вам скажу каталанки тоже бывают белокожие светлоглазые и блондинки так что вы его не единственная белокожая чего ради просто так симпатичная девушка белокожая оставила родину чтобы из одной нищеты уехать другую он считает себя звездой не видела таких что считает звездой должен понимать что не в сказку попал вот такой комментарий я знаете люди может быть конечно каких-то старых взглядов ну все-таки выросла в других пониманиях ценности женщин комментарий неоднозначные комментарии и даже я могу сказать оскорбительные в сторону вообще отношения самой себе девушки к себе это ужасно во первых давайте вот ну то есть ситуацию разберем вот ну вот вот вы встаньте чтобы понять другого человека надо встать на его место дать на стать него вот вот вы представьте вот вы не можете в своей стране как бы не получается у вас найти достойного себе мужа у вас вас одинаковый менталитет у вас одинаковые взгляд но вы почему-то не можете найти себе как бы сказать человека ровню и вы лезете за границу в надежде надежде что вы там найдете себе ровню почему я вот вот это вот не понимаю вот смотрите я бы не сказала что испанцы ищут именно русских женщин потому что они белокожие и какое-то у них эстетическое от этого впечатление вы знаете здесь очень много белокожие у тебя немки приезжают но они конечно может не такие красивые как француженки тоже бывают белокожие сами каталанки я вот точно знаю это работала в каталанской семье там девушка была каталанка блондинка и она очень была красивая даже не сказал что белокожие это прямо такая супер ценность в испании не знаю почему испанцы ищут за границей женщину ну скажу по правде что они просто ищут ну на самом деле экономный вариант то есть они хотят чтобы женщина приехала она полностью была зависима от мужчины это это мое мнение чтобы она была зависим от мужчины чтобы чтобы она выполняла всю домашнюю работу чтобы она выполняла все что ему надо в постели то есть с испанской женщиной так себя повести невозможно испанская женщина она там кулаком перед носом помажет и светом что-то вот не не угодно и то же самое с немкой так нельзя себя повести с француженкой тоже потому что понимаете люди из европы женщина они все у них не феминизм это неправильное рассуждение феминизма эти женщины из европы они самодостаточно не зарабатывать них есть деньги они сказали с какого перепуга они вот начнут и как бы жить с мужчиной и подчиняться его требованиям мне вот кажется что мне кажется что мужчины которые именно выбирают славянок естественно внешности имеет имеет место для того чтобы они могли выпендриться перед своими друзьями есть такую да конечно есть но второе вторая ситуация что они считают что эта женщина будет для них ну подешевле понимаете они как бы считают что раз они вас позвали к себе то они вам сделали великое одолжение вот и и мужчина абсолютно не понимает ваши претензии что вы что-то там оставили родственников там что-то какой-то бизнес или что-то такое это же ваш выбор это же вы стали искать за границей себе жениха в основном же у нас женщины же начинают искать за границей жениха они испанцы то есть когда испанец вообще я считаю что по моим наблюдениям 80 процентов они это просто делают ради развлечения 80 процентов которые заходят в интернет они делают ради развлечения они хотят легких отношений хотят легких отношений обманывают наших женщин очень часто обманывают него даже недавно в однокласснике было такое письмо что мужчина целый год женщину обманывал то есть переписка все разговоры все чуть ли не уже не пожениться собрались и вдруг он исчез вдруг исчез перестал писать и эта женщина меня спрашивает что произошло я я не знаю что произошло откуда я могу знать что произошло единственное что я этой женщине посоветовала чтобы она не опускала руки и продолжал снова искать потому что если у нее есть такая цель не надо перед ты первым же как бы сказать перед первым же неудачей складывать лапки надо продолжать просто продолжать и когда она написала что он у меня украл один год жизни я потеряла на него время я вам скажу что ничего вы не не потеряли вы приобрели опыт и теперь когда ты со следующим испанцем будешь общаться ты уже более более внимательно будешь смотреть но был более как бы уже с большим опытом поиски это же так и вот вернемся опять к этой девушке о том что она явно себя выставляет как товар это очень страшно я бы вот не хотела чтобы меня взяли за то что там у меня белые волосы или что-то я бы хотела чтобы и хочу чтобы мужчина меня оценил как личность как человека как как партнера как я не знаю как человека который на одной волне то что я имею с лёши нет когда пишут что не похоже что ты его любишь там ну не все же люди умеют как бы выражать свои чувства как бы пока слежь а ты можешь показывать я это не могу показывать ну я выросла в такой семье где мать меня никогда в жизни ни разу не обманул не не обняла не поцеловала она мне тоже не обманывал нет а хау не все резко вот чего-то не там в голове ну то и нет мало тоже как бы нет я не пошла что там обманывали нет она вот такая резкая была очень и вот и ну это вот как бы каждый человек он продукт своей семьи то есть я не я никак не могла стать в моей семье ласковой и показывать свои чувства я этого не умею делать но отношения у меня к лёше очень теплые он мне никогда не раздражает живу я с ним уже восемь лет это для меня просто невероятный рекорд мы мы с ним спорим а то что вот он к к на камеру кидаются ну это и я считаю что ну это от зависти потому что он раздражается что у него есть канал а там его никто не смотрит ну вот потому что когда раньше у него не было канала он же нормально относился интервью помните давал ну сейчас но я нашла выход я сейчас ему буду снимать видео и он может помягчает монтировать ему видео он может помягчать в общем так что ваши разговоры том что я там живу с лёшей и его терплю нет я вообще не умею ничего терпеть ну я и в молодости никогда ничего терпеть не могла а сейчас я просто ну вот настолько оно мне вот важно вот это вот комфортность душевная комфортность не то что вот комфортность там в понимании какой-то материальной нет я все время говорю о душевной комфортности то есть как бы когда ты с человеком как бы с лёшей у меня непостоянная уверенность такое испытание человек прошел и я считаю что после такого не знаю не могу даже представить да лёша он как большой ребенок но он очень порядочный я вот вам скажу что он очень порядочный и он людям все время помогает тоже так же как я пытается помочь погребает за это ну мы в общем с ним одинаковые вот с этой точки зрения так бы жизнь нас ничему не учит и вот как вот вы думаете вот вы тоже напишите пожалуйста вот свои комментарии вот этой девушки она встала не на тот путь не на тот путь вот я бы вот как бы еще раз скажу что а вы попробуйте встать на место самого испанца на самого испанца вот вот вы в испании тоже жизнь не сахар и например может испанец сам снимает квартиру может быть у него нету может зарабатывает он ну обыкновенно как все и вот это вот замечание что не надо приезжать к водителю автобуса это вообще какой то какой то маразм а к кому вы там собрались то приезжать вы что думаете что миллионер сидит на сайтах знакомств из какой то там провинции вдруг с какого то перепугу начнет искать себе девушку которая ничего из себя не представляет а всего лишь имеет какую то внешность которая извините к 30 там к 40 годам испарится вы что ждут девушка думаете что всю жизнь будете красавица белокура светлоглазая значит там со стройной фигурой я видела метаморфозы страшные когда женщина после рождения ребенка превращалась вообще в такое и это очень страшно это я везде это вижу ну почему почему со мной так это не произошло ну какая то у меня значит такая конституция не знаю я особо ни заслуги ни за собой не вижу ну жизнь да вот она разная вы же не знаете что с вами станет например как вы переедете в испанию например я переехал в испанию потеряла фигуру тут ну потому что здесь очень вкусная еда и очень много соблазнов и всегда хочется поесть я 10 килограммов слегка и набрала так что ваша там стройная фигура может испариться уже через 4 месяца ну в общем вот когда я прочитала этот комментарий знаете что я думаю вот все таки в девушке очень много клише что самое страшное что вот вообще в России что я заметила это стереотипное стереотипный взгляд на вещи то есть люди очень свято верят почему-то телевизору ну не знаю почему и вот вот эта вот мысль что если уж ехать замуж за границу то надо ехать за богатого то есть как бы это получается что девушка себе назначила цену и она себя явно же продает и я бы хотела сказать если вы девушка себя решили выгодно продать то вы в общем не в Испанию должны собираться в Арабские Эмираты пожалуйста вы можете там назначить себе цену и вас там купят как вам хочется но в Испании другая ситуация в Испании как бы феминизм победил ну это как мне вот так со стороны кажется в Испании правит женщина то есть и женщины здесь себя очень сильно уважают и может по это и именно вот это может быть причина того что испанцы хотят привести русскую женщину то есть ну вот это чтобы она была бы как не такая активная не такая самодостаточная ну я вот еще раз повторяю ну чтобы посадить ее дома и чтобы она вот это ну как домашнее животное была и не вякала ну это мое отличное это впечатление вот и при том я там не закончила мысль о том что испанец когда привозят сюда девушку у него начинаются проблемы то есть испанцы они очень легкомысленные вот вам скажу на эту тему они как бы любят витать в облаках ну я просто с этим столкнулась и когда например у меня какой то спрашивают вопрос я начинаю отвечать я вижу что они меня не слушают ну то есть когда мужчина там в эйфории он увидел красивую девушку и он начинает мечтать фантазировать что то вот там такое в голове и когда эта девушка значит приезжает он сталкивается с ну с жестокой реальностью то есть он понимает что документы быстро не сделаются на это примерно надо год потом он видит что он абсолютно не может найти общий язык я просто вам пересказываю то что на что жаловались мне испанцы что что девушка их мечты делать все не так что она себя ведет странно что у нее какая то странная реакция значит ожидания на каждом шагу у мужчины начинают рушиться и еще этот забывает испанец что вообще то надо кушать и что надо эту женщину одевать кормить что в своих фантазиях он почему то не учел я вам честно говорю это вот мне вот мужчина один вот жаловался и у меня глаза на лоб полезли когда я его слушала я сказала вы что думали что вы какую то морскую свинку что ли закажете из России она приедет вы там и травки бросите и она тут будет молчать жевать да они видимо даже не понимают что они вывезут значит с России из провинции девицу которая насмотрелась там американских сериалов про золушек и она начнет топтать ножками и кричать а что мне нужно это а мне нужно то и не меньше чтобы это было 200 евро стоило и я приехала и я все бросила и это же я я тут снизошла к вам это конечно у испанца шок а он то знаете как думает а он не так думает а он как думает а я вывез бедную женщину из голодной страны так они думают несчастную бедную женщину дал ей кров дал ей еду и как она смеет вообще что то еще просить вот это честно я вам сто процентов они вот так думают они когда вывозят и при том они всегда говорят что я же дал ей целый год на адаптацию то есть некоторые даже сразу заявляют что я тебе дам только год на адаптацию то есть выучить язык к этому времени ты получишь документ и и дальше тетя шуруй работать если ты хочешь иметь там вещи от марки там духи там что-то от диор там что такое там я даже марки не знаю в общем особо не забиваю голову этой фигней вот если ты хочешь иметь вот что то ты хочешь иди работай и на этом начинаются скандалы на этом начинаются скандалы как бы ну там немножко продлевается когда получается что так девушка приехала и сразу забеременела то есть она сразу поженились они значит она забеременела естественно пока беременна муж не наезжает ничего испанец ничего не ждет то есть он как бы смирился с тем что он должен на этот момент девушку обеспечивать то есть она беременна потом она родила ребенка потом начнется ребенком и так как в испании с детьми долго не сидят их два года уже отправляют в гвардерею то есть в садик и у испанца то же самое ожидание что женщина пойдет работать то есть он не готов принять то что женщина приехала шлепнуться ему на голову и жить за его счет всю жизнь никакой испанец этого не хочет ему это не надо еще раз я повторяю они не считают что вы они не считают что это вы им сделали одолжение тем что вы они считают что это они вывезли вас из нищей страны и дали вам возможность жить в достойных условиях и кушать нормальную еду это правда это вот она такая реальная правда то есть вот я думаю что я ответила вам на ваш вопрос и еще раз я девушка вам хочу сказать что лучше всего жизнь жизни самой всего добиваться быть самодостаточной самой зарабатывать и тогда вы найдете мужчину который вас будет ценить не за то что у вас белые волосы голубые глаза и тонкая талия а будет именно вас любить за то что вы личность потому что внешность она изменчива она испарится может испариться у вас в течении десяти лет и что же дальше тогда будет что ну и я тоже например на стороне испанцев я тоже считаю что испанец вам дает возможность возможность жить в стране в которой вы можете развиваться и достичь определенных каких-то своих вершин результатов и это огромное дело это огромное подарок плюс в судьбе а приехать и сесть испанцу на шею и ныть и выпрашивать у него деньги и капризничать и в общем портить отношения из этого это супер глупость ну это в моем понимании вообще супер глупость еще раз повторю что когда у тебя есть на счете твои собственные деньги и тебе не надо кланяться мужу и спрашивать можно тебе купить что-то это что-то не то что ты спокойно можешь оплатить свои свое путешествие там ну свои какие-то капризы это это невероятно повышает самооценку ну это дает уверенность тоже в завтрашнем дне а жить в этом в роли содержанки это мне кажется это вообще самое страшное что может быть в жизни ну ладно до свидания пожалуйста пишите свои комментарии комментарии еще раз скажу что я естественно делаю видео для того чтобы было больше просмотров и больше подписчиков пожалуйста подписывайтесь под мой канал ставьте лайки и пишите мне комментарии до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...